Киевские власти, наоборот, говорят о том, что давайте уже приезжайте, и мэр Кличко делал официальные подобные заявления. Однако, все-таки крепнут разговоры о, возможно, я подчеркиваю, и это на уровне каких-то предположений, очередной атаки на Киев. Как вы оцениваете такую возможность? Я ее оцениваю примерно равную нулю. Почему? Потому что то количество войск, которые Российская Федерация собирает вдоль нашей границы, против Черниговской и Сумской области, оно настолько мало, что его будет достаточно только для разведки боем, если они попытаются атаковать нашу границу. Поэтому на сегодняшний день еще одной группировки в численностью 150-170 тысяч мы не наблюдаем. Формирование ее для Российской Федерации в ближайший месяц невозможно. Поэтому в Киеве, в принципе, можно сказать, что вопрос второго похода на Киев с повестки дня снят. Вопрос, который мы никак не можем, мы знаете, уже до комедийных каких-то ситуаций доходят характеристик, вопрос Белоруссии. Потому что мы его вроде как снимаем с повестки дня, этот вопрос, но потом появляется информация по жетонам, потом по Искандерам, потом вот эти все странные принятия решений сегодняшнее и вчерашнее Лукашенко, да, то этот штаб командования. И все это в комплексе, безусловно, очень тревожно звучит, ну вот выглядит тревожно. Ну, вы очень применили это меткое слово, это комедия. Это действительно комедия, которую разыгрывает Лукашенко перед Путиным, показывая, как он занят подготовкой армии к войне. И вот эти бесконечные учения, они говорят о том, что вот мы готовимся, но мы еще не готовы. И, кстати, создание штаба оперативного командования, то есть армейского органа управления среднего звена, это еще оттягивание времени. Да, он создаст, ну, 200-300 человек они там сформируют оперативный штаб, потом передадут ему в подчинение войска, потом штаб захочет провести учения с этими войсками, чтобы понимать, на что они способны и как они управляемы. То есть вот эта вот бесконечная подготовка к войне, она будет, по-моему, длиться до самого конца этой войны.